Субтитры делал DimaTorzok В каких районах? Этиловый тайник. Правоохранители обнаружили крупную партию спирта. По обоим фактам проводится проверка. Где хранился товар? Ее оружие, телефон, записная книжка и обаяние. Бобручанка стала участницей международного конкурса. Каждый день захожу во все кабинеты, у них твик, а мы уже сегодня проголосовали за тебя. Что важнее, внутренняя или внешняя красота? А также прибыльная культура, беззвучный режим и приятный бонус. Минфин прогнозирует рост оплаты труда. Когда? Как за каменной стеной в Могилевской области с начала года построили более 1300 квартир. В эксплуатацию ввели почти 137 тысяч квадратных метров, свыше 33% с господдержкой. На передовой жилищного строительства Бобруйский завод КПД возводит объекты как для жителей нашего региона, так и Минского. На предприятии работают порядка 1100 квалифицированных специалистов. На сегодняшний момент предприятие возводит 9 домов. Это больше, чем 46 тысяч метров квадратных жилья. Это 7 микрорайон. При течении улицы Шины и проспекта Строителей, Киселевичи, то в ближайшее время мы планируем освоить западную около 34 школы и дома по улице Ульяновска. Собираемся планировать. Это новые дома, которые будут идти на электротопление. Цены приемлемы, особенно для тех, кто состоит на учете нуждающихся. В их числе дети-сироты, многодетные семьи и инвалиды. Жилищное строительство – приоритет социально ориентированной политики государства. Огненная вода. В Бобруйске изъяли крупную партию спирта. Правоохранители задержали фуру. Внутри находился тайник, где хранилось 700 канистр с жидкостью общим объемом 3,5 тысячи литров. Также у одного из местных жителей обнаружено еще 600 литров вещества. Его хозяин прятал в грузовике, который стоял во дворе дома. В общей сложности более 5 тонн спирта, содержащей жидкости, изъято. По обоим фактам проводится проверка. Товар отправлен на экспертизу. Специалисты напоминают, употребление спирта неизвестного происхождения может быть смертельно опасно. Школьный стандарт, рыбный запрет и качественный урожай. Белорусские аграрии убирают кукурузу на семена. Сколько намолотили? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. На 10% вырастет базовая ставка, а целевые выплаты и надбавки перерастут наполовину. Средняя зарплата в августе этого года – 1665,5 рублей. Новый госстандарт разграничил права и обязанности ученика, учителя и родителей. Документ регулирует использование учащимися гаджетов. Во время занятий они должны находиться в беззвучном режиме. На переменах пользоваться телефонами разрешено только для оперативной связи с родственниками в случаях острой необходимости. В стране с 1 по 15 октября вводится запрет на лов всех видов рыбно-зимовальных ямах. В таких местах водные обитатели становятся легкой добычей. Именно поэтому устанавливаются ограничения, чтобы сохранить их популяцию и не допустить массового вылова. БелЖД 29 сентября проведет единый день пассажирам. Специалисты планируют встречи и опросы. Главная задача – узнать мнение людей о работе ЖД-транспорта. Примут все пожелания и предложения граждан на вокзалах в областных городах, а также Бресте, Барановичах и Орше. Тихий подвиг в Беларуси увеличат возраст доноров для сдачи крови до 65 вместо 60. Планируется и внедрение современных технологий для повышения безопасности компонентов, расширить список ограничений. При этом по-прежнему останется выбор – получать за это деньги или помогать на безвозмездной основе. Противопоказания могут быть как абсолютные, то есть человек ни при каких обстоятельствах и условиях не может быть донором. Это наличие инфекционных заболеваний, гепатиты вирусные, СПИД, ВИЧ, туберкулез, сифилис. Также к абсолютным противопоказаниям относятся наличие злокачественных заболеваний, психических расстройств. Главная задача нового закона проекта – увеличить запасы компонентов крови, обеспечить безопасность доноров и двигаться в сторону волонтерства. В 2021-м «Тихий подвиг» совершили рекордное количество белорусов – почти 102 тысячи человек. Гарантированный успех. Бавручанка стала участницей международного конкурса «Мисс Офис-2022». Всего отбор в полуфинал прошли три белорусские. В списке больше сотни девушек – из России, Китая, Литвы, Швеции, Казахстана, Грузии, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас идет онлайн-голосование. Главный приз – почти 100 тысяч рублей. О красоте, менеджменте и упорстве – Карина Гуревич. Для Виктории Габец «Мисс Офис» не первый конкурс красоты, но подобных масштабов ее жизни еще не было. Бороться за 100 тысяч рублей будет больше сотни представительниц со всего мира. Однако девушка без страха идет к своей цели. Ведь каждый день – это своего рода испытание на прочность. Утро леди начинается не только с кофе. Выбор идеального образа – залог успешных будней. Встречаюсь всегда по одежде. Куда бы ты ни пришел устраиваться на работу, либо куда бы ты ни появился в первый раз. А так как я веду активный образ жизни и часто появляюсь на людях, для меня это важно. И, как говорится, любая девушка обязана просыпаться счастливой, а выходить из дома максимально красивой. И все же внешность для сотрудницы завода тракторных деталей и агрегатов не самая главная. Да и для победы в конкурсе этого будет мало. За плечами Виктории, учеба в Белорусской государственной сельхозакадемии и два года работы на одном из самых успешных предприятий города и страны. Качественное образование в связке с хорошими наставниками дает девушке большой толчок в будущее. Для меня мисс офис – это успешная девушка. Это девушка целеустремленная, она уверена в себе. Помимо работы у нее есть много увлечений, у нее нет свободной минутки, она постоянно чем-то занята. Главная задача в офисе – обеспечить филиал материальными ресурсами. На плечах экономиста лежат общения с поставщиками, закупки и совершенствования зарплат. Работа хоть и непростая, но приносит удовольствие и, что куда важнее, пользу. На завод Викторию Гобец привело распределение, а заставили остаться хорошие условия и дружный коллектив. На предприятии очень поддерживают и вышестоящее руководство, и коллеги. Каждый день захожу во все кабинеты, и говорят, Вика, мы уже сегодня проголосовали за тебя, все там под контролем. Поэтому всем поддержка чувствуется, это очень, конечно, приятно и мотивирует. Основа крупного предприятия – специалисты широкого профиля, которые преданы своему делу. Среди них и сама Виктория. Ее целеустремленность, ответственность, находчивость отмечает и руководство. А участие в конкурсе – важный момент для всего отдела, ведь представлять свой завод очень почетно. Присла молодым специалистам сразу с хорошими идеями, с интересными. И, наверное, участие в конкурсе – как раз одна из этих идей, которую она сама для себя захотела реализовать. Создан свой чат, Телеграм, в котором каждый день все сотрудники завода за нее голосуют. Мы ее действительно очень поддерживаем. Отдать свой голос можно на сайте международного конкурса до 9 октября. Главное шоу пройдет в Москве 19 ноября. Мисс Офис объединяет сотрудниц различных организаций по всему миру. Участницы проходят несколько испытаний. До финала доходят лишь 30 девушек. Каждая из них хочет и может получить денежный приз, роскошную корону и всеобщую любовь. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Ягода с сюрпризом. Сезон продажи арбузов продолжается, а вместе с ним риск кишечной инфекции. Ход жира и спала – это не мешает микроорганизмам размножаться. Разрезанные бахчевые в пленке ни в коем случае не подлежат реализации. Трещины, вмятины и глубокие. Царапины тоже недопустимы. На товар у продавцов должны быть документы, которые подтверждают отсутствие нитратов. За август-сентябрь мы отобрали более 30 проб продукции. И из них оказалась одна нестандартная – это дыня по нитратам. Также исследуется продукция по физико-химическим показателям, на пестициды. Траверсная инфекция, она коварна тем, что она имеет очень большой полиморфиз. То есть она действует на различные системы. То есть это центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, почки, легкие. Она может на все подействовать и вызвать достаточно серьезные заболевания. Для торговли бахчевыми также недопустимы никакие машины и точки вдоль автострад. Легальная продажа возможна только под навесом в специально разрешенных местах. Максимальный штраф физлицам – 960 рублей. Юрлица и вовсе могут лишиться 16 тысяч. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Ах, мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...